Качество подготовки прямо влияет на результат работы с экстерьером автомобиля. Привет, с вами Максим. Если вы интересуетесь детеллингом и правильным уходом, то не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны, ведь он именно об этом. В этом видео расскажу про важный этап в подготовке кузова к дальнейшим работам, а именно абразивной очистке кузова. Многие считают, что на этом этапе можно поцарапать лак автомобиля. Но здесь важный момент, это постараться на этапе мойки отмыть металлические вкрапления и битум по максимуму. Тогда при абразивной очистке мы навредим минимальный кузов автомобиля. Видео по мойке перед абразивной очисткой на канале есть, ссылочка в правом верхнем углу и в описании. Вариантов очистки абразивной всего два. Это с использованием глины и с использованием автоскрабов. Глина есть мягкая, допустим синяя. Есть жесткая, красная, более абразивная. Автоскрабы бывают разные. Есть диски, которыми можно работать как вручную, так и на машинке. Полотенчики. Не знаю, мне кажется, тоже удобно довольно-таки, но очень редко им пользуюсь. И блочки. Блочка у меня нету, только планирую его к покупке. По глине. Если вы не планируете после очистки полировать, что нежелательно, а хотите просто нанести воск или селант какой-то на кузов автомобиля, то лучше использовать самую щадящую глину, допустим синюю. Она менее абразивна, она меньше нанесет повреждений кузову. И не забыть хорошенько все постараться химическим путем отмыть с кузова на этапе мойки. Если вы будете в дальнейшем полировать автомобиль, то можно использовать и автоскраб, и красную глину. Дело в том, что они намного эффективнее справляются с загрязнениями. Но есть небольшие нюансы в плане автоскраба. Попозже я про них расскажу. Часто задают вопрос, удаляет ли глина или автоскраб кальцевый налет с кузова или со стекол. Ни глина, ни автоскраб с этим налетом, с кальцевыми пятнами не справляются. С такими загрязнениями может справиться Лератон G9 или Карпрос Потлас. Это специализированные химические очистители. Но зачастую, если пятна эти уже старые и въевшиеся, поможет только полировка. Для очистки нам потребуется лубрикант. Можно купить готовый, можно сделать самому. Я готовый не беру, мешаю сам. На полтора литра дистиллированной воды добавляю полтора миллилитра или два миллилитра МВА Дишдропс. Вместо Дишдропса можно использовать Джонсонс Бэби. Самая главная функция лубриканта – это дать скольжение для глины. И благодаря ему мы оставляем намного меньше следов после очистки. Самые вредные загрязнения для глины и автоскраба – это битумные пятна. Особенно это касается автоскраба, потому что битум, попавший под автоскраб, разрушает его. Штука довольно-таки дорогая. Поэтому лучше, если вы не уверены, что вы полностью удалили битум с кузова, пройтись с сольвентным очистителем с нетканой салфеткой, потратить на это минут 20-30, но заберечь свои деньги. Непосредственно на кузов очиститель лучше не наносить. Наносим на салфетку и без нажима проходим. Салфетка у нас белая. Сразу можно контролировать, насколько качественно мы отмыли кузов на первом этапе. Если салфетка загрязнилась, переворачиваем. У нас четыре рабочие стороны. После себя любой сольвентный очиститель оставляет пленочку. Эта пленочка повреждает как глину, так и автоскраб. Поэтому после сольвентной очистки используем очиститель на спиртовой основе. Забыл сказать о правильной последовательности. Желательно начинать чистку сверху вниз. То есть идем крыша, остекление, капот, крылья, бока, зад и бампер. Дело в том, что таким образом мы намного, ну точнее мы смываем грязь сверху вниз. В итоге мы тратим меньше времени на протирку следов от лубриканта. Пока не забыл. Автоскраб зачастую справляется намного эффективнее и быстрее с въевшимися сильно загрязнениями. Такие как металлические вкрапления и народная краска. Но при этом после себя оставляет намного больше царапин, чем глина. Давайте попробуем разные варианты. Сейчас попробуем автоскраб. Полотенцем я не люблю пользоваться, я использую круг. Распыляем лубрикант на кузов. И без сильного нажима производим очистку. Круговые движения лучше не делать, особенно если вы в последующем не хотите полировать автомобиль. Важный плюс автоскраба. Если вы уронили на пол, а пол у вас грязный, то вам достаточно просто промыть его или в ведре ополоснуть и дальше работать. Если вы уронили глину на грязный пол, то ее скорее всего придется выкинуть. Поэтому обязательно мойте полы, чтобы они у вас все время были чистыми. Автоскраб, диски автоскраба, они позиционируются для работы на машинке. Это можно делать, но нежелательно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что эксцентриковая машинка при работе создает вибрацию. Из-за этой вибрации различных щелей из-под резинок может выскочить песчинка небольшая или какое-то твердое загрязнение. Если это попадет под круг, то вы нарисуете такое, что потом полировкой будет сложно убрать. И самое главное, что когда вы работаете на машинке, вы не услышите, что у вас под круг что-то попало. Когда вы работаете вручную, вы слышите, этот скрип появится, вы его ни с чем не спутаете. Как бы это важно. Минус автоскраба. То есть различные углубления, сложные формы. Туда сложно с ним подлезть. Да, облачки, возможно, какие-то небольшие в этом нам помогут. Но в этих местах лучше использовать глину. Я предпочитаю пользоваться красной глиной, потому что у меня в основном все автомобили под полировку. Принцип работы абсолютно тот же. Наносим лубрикант. И движениями перекрывающими проходим. Делим на элементы небольшие. Прошли, посмотрели, перемяли. Пошли следующие элементы. На белом цвете, конечно, проще всего контролировать качество очистки. Сильного давления не оказываем. Капот полностью прошли. Как проверить, хорошо мы почистили или нет. Ну, у нас рука в перчатке. Если нет перчатки, одеваем целлофановый пакет. И проводим. Если что-то осталось, мы почувствуем. Здесь все чисто. Теперь берем водосгон и скидываем остатки лубриканта. Для окончательной очистки нам потребуется обезжиривание и протирание насухо. Использовать лучше толстую микрофибру, которая нам позволит таким образом без отжима пройти весь автомобиль. Элемент у нас полностью очищен, обезжирен. Проходим оставшийся кузов. И уже можно будет приступать к полировке. Что из этого нужно запомнить? Это лубрикант. Это то, что желательно очистить битумные загрязнения перед использованием автоскраба. Ну и чтобы полы у вас были чистые. Все эти этапы очистки кузова дадут нам хорошее качество и больше комфорта во время работы. Не стоит ими пренебрегать. Косяков будет намного меньше в итоге. Что ж, желаю всем хорошего настроения, блестящих автомобилей. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. До новых встреч!